Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Ксения Перчаткина. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Фонд Кадыров окажет помощь пострадавшим при взрыве дома. Магнитогорск посетил министр Чеченской Республики. Прописка на даче. Магнитогорцы могут построить дом на садовом участке и жить там официально. Сразу два юбилея в третьей музыкальной школе. 40 лет педагогической деятельности отмечают преподаватели-народники. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Чужого горя не бывает. Магнитогорск. Сегодня прибыл министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Он встретился с главой города Сергеем Бердниковым и навестил в больнице одного из пострадавших в результате обрушения дома номер 164 по проспекту Карла Маркса. Напомним, трагедия произошла в нашем городе рано утром 31 декабря в результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда жилого дома номер 164 по проспекту Карла Маркса. Погибло 39 человек. Джамбулат Умаров прибыл в Магнитогорск по поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В первую очередь для того, чтобы лично выразить соболезнования родным и близким погибших. Та страшная боль, которая пронизывает сегодня всех россиян без исключения, она очень сильно коснулась и чеченского народа тоже. Я приехал сюда с гуманитарным поручением, в первую очередь высказать слова соболезнования по поводу погибших, увидеть пострадавших, пообщаться как-то с людьми, чтобы люди понимали, что огромная страна, в которой они живут, она не безучастна к ней. Глава Магнитогорска Сергей Бердиков отметил, что магнитогорцы всегда готовы поддержать людей, попавших в беду, и поэтому ценят поддержку всей страны и чеченского народа в частности. Нам очень приятно, что ваш руководитель знает о нашей трагедии, сопереживает и участвует в ней. Поэтому, конечно, мы вам все расскажем, покажем, что называется воочию, ну и заранее хочется сказать спасибо за те переживания, которые у вас лично и у вашего всего народа. Сегодня в третьей городской больнице остался только один из пострадавших в результате трагедии 31 декабря. Это Рашид Нургалевич Казымбаев, его супруга Татьяна Григорьевна погибла. Я пожимаю вам руку и от имени своего, и от имени Рамзана Ахматовича, и всем, чем нужным, мы свою лепту внесем и обязательно окажем вам финансовую помощь. Спасибо. Джамбулат Вахидович заявил, что помощь будет оказана всем семьям, пострадавшим в результате трагедии. Списки нуждающихся предоставит министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. У нас здесь работают представители, представители главы Чеченской республики и, так сказать, просто люди, которые, наши земляки, которые проживают здесь, для которых Магнитогорд стал родным городом. Я, кстати, тоже жил когда-то в этом городе. Они эту миссию завершат уже после меня. Также сегодня Джамбулат Вахидович Умаров побывал на месте трагедии. Посланник чеченского народа возложил цветы к мемориалу, организованному у дома номер 164 по проспекту Карла Маркса. Андрей Рыжков, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Около 147 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда правительства России для приобретения квартир пострадавшим от взрыва газа в доме 164 по проспекту Карла Маркса. Такое поручение накануне дал премьер-министр Дмитрий Медведев. А первое в этом году аппаратное совещание глава Магнитогорска начал с минуты молчания. После были подведены итоги новогодней кампании и оценена работа аварийно-диспетчерских служб на январских каникулах. Безмалова прошли две недели с момента магнитогорской трагедии. За это время она породила немало слухов и домыслов. Интерес любителей конспирологии подогревается и тем, что официальная причина произошедшего пока не была озвучена. Сегодня нет ни у кого цели скрывать или обманывать. На данное время известно, что никаких взрывчатых веществ не обнаружено, но причину установить достаточно непросто и сегодня люди этим занимаются. Занимаются круглосуточно, профессионально и, я уверен, будет понимание о причинах произошедшего. Нам важно, конечно, знать причины произошедшего, чтобы исключить их повторение в будущем. Исключить повторение в будущем – вот главная задача. Напомним, по результатам обследования было принято решение демонтировать 7-й и 8-й подъезды 164-го дома по проспекту Карла Маркса. Жильцам 5-го и 6-го подъездов не рекомендуется нахождение в квартирах, пока будут вестись работы. Когда же они завершатся, последуют новые проверки. По результатам этого комплексного обследования будут приняты окончательные решения по дальнейшей судьбе этих строений. Либо они будут пригодны к эксплуатации, либо не будут пригодными к эксплуатации. Эхо трагедии будет звучать еще долго, особенно в Магнитогорске. По словам главы города, сейчас самое главное – оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь, в том числе материальную. У нас с вами работа не закончилась с окончанием спасательной операции. Мы с вами должны будем работать в таком режиме до того момента, пока все наши граждане не будут расселены в собственные квартиры. Те, кому это положено. Далее речь зашла о пожарах. В 2018 году в Магнитогорске зарегистрировано 295 пожаров, в результате которых 7 человек погибло, 27, в том числе один ребенок, получили травмы. И это меньше, чем в 2017 году. Но вот зимние каникулы 2019-го по сравнению с аналогичным периодом года прошлого не особо радуют. Статистика какого-то по крайней мере по преступлению улучшилась. Ну, по пожарам, как я уже сказал, у нас идет увеличение. По пострадавшим идет небольшое увеличение дорожного транспортного происшествия. Также пострадавших побольше. И скорая помощь также у нас в среднем по сравнению с 2017 годом увеличилось количество призывов. Впрочем, была насыщенная новогодняя кампания из культурной точки зрения. В учреждениях города прошли 364 представления. Их посетили более 75 тысяч зрителей. Елки для детей, спектакли, концерты, разнообразные игры. Многие горожане по достоинству оценили и новогоднее убранство, магнитки, а также ледовые городки. Всего прошло на ледовых городках 36 мероприятий, зрителями которых стало 6398 жителей. В настоящее время в городе продолжают функционировать 6 ледовых городков. Все ледовые городки города будут работать до 15 февраля 2019 года. Традиционно завершил повестку аппаратного совещания вопрос санитарной уборки города за прошедшую неделю. Ежедневно для наведения чистоты на улицы выходят 145 человек. А площадь механизированной уборки составила почти 4 миллиона квадратных метров. Так только снега было вывезено 10 тысяч кубометров. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН К другим темам. Новая садовая конституция с 1 января вступил в силу закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Благодаря ему теперь на садовом участке можно построить капитальный дом и оформить прописку. С какими трудностями столкнулись председатели магнитогорских СНТ и сами огородники в первые дни действия закона расскажет Елена Тимофеева. В садовый домик на постоянное место жительства Наталья Вавилова переехала 4 года назад. Денег от продажи квартиры в селе хватило только на эту покупку до последнего момента. Пожаловаться было не на что. Но с недавнего времени за вывоз мусора с пенсионерки стали брать двойную оплату. В садах и по месту прописки. Я уже и так стараюсь мусора как можно меньше делать. Я его сортирую. Пищевые отходы у меня отдельно, как на удобрении лежат отдельно. Все, что горит, мы сжигаем. У нас специально бочка стоит в саду 200-литровая. Новый закон о ведении садоводства и огородничества подразумевает ряд изменений для нынешних садовых товариществ. У них появятся новые аббревиатуры и новые уставы, но самая значимая перемена – возможность построить на участке капитальный дом и прописаться в нем. Постоянно проживающим по месту регистрации садовые товарищества отныне должны будут предоставить удобство, как у жильцов многоэтажки. Достаточное количество электроэнергии, централизованный вывоз мусора и чистые дороги зимой. Нужно будет думать о том, что увеличивать штат, соответственно, увеличивать само содержание, то есть оно увеличится, то есть сами взносы увеличивать придется, потому что здесь практически будет поселок, это все, мы переходим в эту стадию. За последние несколько лет количество так называемых зимников выросло в десяток раз. Сегодня круглый год проживают в садах более полутора тысяч магнитогорских семей. Это около пяти тысяч человек. При условии оформления прописки в домике СНТ они обязаны будут заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Заключение прямых договоров. А готовы наши ресурсные компании, как МЭК, Центркомсервис по вызову, они готовы заключить с каждым садоводом договоры? Конечно, нет. Потому что это им невыгодно, им проще заключить 30 договоров с садоводческими товариществами. Но председатель вынужден собирать деньги, передавать, выполнять по-стречески, что законом тоже запрещено. Справляться со всеми возникшими проблемами садоводы и председатели намерены с помощью местных властей. Первая встреча в стенах городской администрации уже состоялась. А Наталья Вавилова свою проблему с двойной оплатой за вывоз мусора будет решать при помощи нового закона. В ее планах как можно скорее прописаться в садовом домике. Елена Тимофеева, Василий Побердин, телекомпания ТВИН. Благодаря депутату Законодательного собрания Челябинской области Лене Колесниковой впервые за последние несколько лет жители поселка Новосавенко стали участниками яркого новогоднего представления у елки. Как это было, расскажем далее. Любовно украшенная маленькая сосна в центре Новосавенки собрала вокруг себя и детей и взрослых. Вообще-то праздничные гуляния вокруг лесной красавицы сельчане стараются проводить каждый год, но обычно делают это своими силами. Переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку и ищут в интернете сценарий. В этом же году здесь все, как говорится, по-взрослому, с настоящими самодеятельными артистами из поселка Железнодорожников, с профессиональным звуком из колонок, с подарками. Организацию праздника взяла на себя депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Рафиковна Колесникова. Когда вот с помощью материальной Лены Рафиковны, ну тут даже и сравнивать нечего, праздник шикарный, весело, хорошо, задорно, мы очень рады и мы ей благодарны за это. Спасибо ей вот от всей души, пусть она дальше также о нас помнит и помогает нам. В поселке Новосавенко около 250 дворов, в которых проживают примерно 1000 человек. Детей много, около 150 ребятишек, того возраста, в котором интересно водить хороводы со Снегурочкой. На елку в Новосавенко приехали жители еще одного поселка, соседнего Супряка, так что праздник получился еще и добрососедским. А мечты у ребятишек самые незатейливые. Я мечтаю, чтобы у меня была краска, потому что у меня нечего рисовать, а я обожаю рисовать. Расскажи, как ты себя вела? Я помогала маме иногда. Пылесосила и полы мыла. Евгения Солхудинова, Татьяна Зайцева, Александр Макаров, телекомпания ТВ. О культуре. В детской музыкальной школе номер 3 сразу два сотрудника учреждения отметили 40-летие своей педагогической деятельности. Это Татьяна Ашмарина и Людмила Бычкова, которых коллеги считают настоящими мэтрами народной музыки. Оба педагога внесли неоценимый вклад в сохранение и развитие исполнительства на народных инструментах в Магнитогорске. Ну это просто хулиганство. Вот так подурачиться ученики Татьяны Ашмариной позволяют себе только во время перерыва. На занятиях оба очень серьезны, поскольку время урока строго лимитировано. Ведь класс по домбре и балалайке – один из самых многочисленных. Народному исполнительству в нем обучаются 5 девочек и 12 мальчиков. Ты зачем балалайку в руки взял? Я считаю, что балалайка – это древний русский инструмент. И я считаю, что на балалайке должен уметь играть каждый второй, по крайней мере, русский человек. Потому что балалайка с древних времен считается символом России. Илья признается, понять настоящую ценность балалайки ему помогла Татьяна Дмитриевна Ашмарина, для которой любовь к инструменту является важным фактором успешности занятий. Если ребенок любит инструмент, он будет заниматься на нем с удовольствием. И дети любят формы коллективного музицирования, он будет с удовольствием посещать эти предметы и себя реализовывать. Когда-то влюбленность в инструмент круто изменила ее собственную жизнь. В музыкальную школу Таня Ашмарина попала случайно. Решила поддержать поступающую подружку и неожиданно осталась сама. Вместо желанного фортепиано девочкам предложили заняться домброй. Инструмент очаровал настолько, что за школой последовало музыкальное училище, а затем и институт. Примерно то же самое произошло и с Людмилой Бычковой. Она тоже мечтала связать свою жизнь с фортепиано, но ее судьбой оказался совсем другой инструмент. Казалось, что опять-таки на фортепиано я опоздала. И я спросила преподавателей присутствующих там, есть ли у вас еще какой-то инструмент, где есть клавиши. И тогда мне ответили, есть аккордеон. Я согласилась заниматься на этом инструменте и с тех пор полюбила этот инструмент. И вот прошло уже много лет, этот инструмент меня не покидает. Если Татьяна Ашмарина постигала музыкальный азы в Челябинске, где и родилась, то местом учебы Людмилы Бычковой стала Магнитогорская детская музыкальная школа номер 3. Народное отделение было гордостью этого учреждения. Его педагоги-ученики добивались удивительных высот в исполнительском мастерстве. И когда Людмила Бычкова пришла сюда уже работать, ей было что передать своим воспитанникам. Тогда она даже и представить не могла, что наступит время перестройки, и народные инструменты окажутся в полном забвении. И что потребуется не один год кропотливой работы для того, чтобы возродить у Гаши интерес. Людмила Павловна была одной из первых, кто занялся разработкой новых форм и методов обучения. Большую роль играет репертуар. Если их заинтересовала музыка, заинтересовали музыкальные произведения, они и хотят выступать, хотят принимать участие в различных конкурсах, фестивалях, концертах. Ну и как-то стараешься разнообразить так и найти ключ к пониманию и к восприятию мира, восприятию музыки каждому ребенку. На уроке Людмиле Бычковой приходится быть и мамой, и воспитателем, и педагогом, и актрисой. И оплачивается этот тяжелый труд с Турицей. Когда-то мечтающий о футбольной карьере 9-летний Арсений Евченко без аккордеона сегодня себя уже не мыслит. Так все-таки что победит, музыка или футбол? И то, и то. Ну ты инструмент-то не любишь этот, да? Люблю. Свою главную задачу Людмила Бычкова и Татьяна Ашмарина видят в том, чтобы научить воспитанников слушать и слышать народную музыку, которая даст возможность понять, откуда ты родом, и бесспорно обогатить жизнь любого человека. Поэтому в свои классы педагоги берут всех желающих, и результаты этого совместного труда впечатляющие. Сегодня народное отделение школы – одно из самых многочисленных по количеству учащихся и наград. И многие из ребят, заражаясь от учителей преданностью своему делу, после окончания этого учебного учреждения выбирают для себя стезию музыканта и педагога. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfis.in.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 12 января. Всего вам доброго и хороших выходных! Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 12 января в городе ожидается переменная облачность, снег, ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 14 градусов мороза, днем около 9 ниже нуля. Субтитры создавал DimaTorzok